Здравствуйте, дорогие друзья! Конечно, хотелось рассказать о недельной главе, но придется немножко о Пуриме. Все-таки приближается великий Пурим. Если кто не знает, и кто так шуточно относится к веселому празднику Пурим, то скажу вам, что Йомкий Пур, самый святой день, день в котором все белые, как ангелы, что не едят, не пьют, он называется только Йомкий Пур, как Пурим. То есть, когда спрашивают, что это за Пурим, а это такое, как Пурим. То есть, Пурим где-то выше, мы просто этого недопонимаем. Давайте, здесь очень много граней у этого великого праздника. Эта грань рассказывает нам о том, что код спасения народа это единство, а то, что мы видим сейчас, это совершенно противоположное. Но есть один нюанс, который мы сейчас с вами разберем, который, может быть, вы не обращали внимания. Вся история рассказывает о победе добра над злом. Замечательно. Есть еще, присутствует там незаметно нигде нет слова имени Бога, но все видят, что вот эта великая сила, она там присутствует. Вот. И один, давайте обратим внимание на один эпизод. После того, как Аман уже был повешен, и все очень радовались, говорится, что Эстер вновь пришла к Ахашвирошу, чтобы умолять его о чем? Ответ очень простой. Аман умер, но дело его живет, указ в силе. То есть, указ о том, что 13-го адара каждый человек может убить своего соседа еврея. Больше того, у него был еще маленький стимул, да, он может забрать все имущество, ограбить. Этот указ никто не отменял, он висел домоклым мечом над народом Израиля. Ведь была одна бюрократическая проблема в Персии. И там был такой закон, если царь издал указ, его отменить не может даже царь. И тогда Ахашвирош предлагает Эстере Мардыхай написать новый указ, еще один, не отменяющий тот. Мардыхай написал, что в этот же день 13-го числа, когда ненавистники Израиля могли, не дай Бог, убить там весь израильтян, в этот день не имеют право защищаться и убивать тех врагов, которые на них нападают. Все. Свита Гастер рассказывает о реакции народа, когда он получил этот новый указ. Написанное было в каждой области и в каждом городе и везде, куда доходило слово царское. Указ его были радость, веселье, пиршество и праздник. То есть, очень. Но реакция-то странная на первый взгляд. Ведь есть два указа. Один против другого. Первый о том, что 13-го должны всех убить, погубить от отрока до старца, там женщин, детей. То есть, его никто не отменял, а их вон сколько идиотов этих. С другой стороны, царь разрешил защищаться, стать на защиту жизни, то есть убить тех, кто нападут на вас. А так, ненавистников Израиля обычно всегда больше, чем евреев, которые могут защищаться, то никто не мог предсказать, кто победит. И все же за 9 месяцев до этого, до того, как евреи в царстве Ахасфероша получили новый указ о том, что они могут защищать себя, они сразу стали начать празднивать. Об этом сказано в стихе, о котором в Пуре написано. И настал для иудеев пора света, радости, веселья и почета. Несомненно, это была хорошая новость. Но радоваться то, чего? Любавический рэббер рассказывает в одной из своих бесед, что в 1823 году российское правительство создало такое собрание раввинов в Петербурге, в нем участвовал Цемах Цедик, это третий Любавический рэббер. И еврейские солдаты, которых очень было много, они служили в Кронштадте, прослышав о нем, попросили начальство, чтобы Цедик их навестил. И рэббер дал согласие. Солдаты учужили, гладились там. И один старый солдат встал и сказал, рэббер, ожидая вас, мы драили наши пуговицы на мундире всю ночь. Мы чистили их водой и песком. И рэббер, соскоблите теперь с наших душ все грехи, которые к нам пристали. И рэббер сказал, пуговицы и пряжки чистят водой и песком, и души ваши будем чистить водой и песком. Песок для вас, это псалмы Давида. А когда вы их будете читать, у вас потекут слезы. А вода, он промолчал, но вы же люди военные и знаете, что когда идут на штурм, то не плачут, а поют радостные песни. И даже если совсем не весело, надо быть радостным. Иначе вражескую крепость не возьмешь. И Любавический рэббер завершал этот рассказ, говорил, что с тех пор эта работа велась всеми рэббер. Идея о том, что все надо делать с радостью. И на войну идти с радостью. И заранее даже как бы в себе возбуждать эту радость. Идея, как бы сказать, выступить на войну с маршем победы и радости, была понята евреями еще тогда в Днем Пурима. И благодаря вот этой силе радости, благодаря вере Всевышнего, потому что, ну смотрите, меня через 13 месяцев будут убивать, через 9 месяцев, а я верю, что Всевышний все сделает. И благодаря вот этой силе веры 13-го дарина победили всех врагов. Это послание для кого? Для нас, для нас сегодняшних. Когда Израиль окружен врагами, когда почти весь мир, как это уже много раз было, против, когда в каком направлении ты мне посмотрел, не знаешь, что делать, путь к победе всегда находится. Путь этот в радости, да? И мы с Божьей помощью, с радостью наступающего праздника Пурим, победим любого врага. Это даст нам силы победить в любой... Круглый год знать, что он нас защищает. Поэтому сосредоточьтесь, это не такой простой праздник. Это праздник единства, праздник силы. И самое главное, это праздник веры в то, что Всевышний обязательно нас выручит. Брахава Ацлахам. 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 Продолжение следует...